Министерство образования и науки Российской Федерации в этом году решило отказаться от вручения медалей выпускникам. В Ульяновской области принимается решение об учреждении региональных золотых и серебряных медалей. Соответствующий законопроект будет направлен в законодательное собрание области через месяц. Что же на самом деле медаль для отличника? Какую роль эта награда играет в жизни человека? Я училась в школе, в которой директором школы был мой папа, математик. И он считал, что если дочь получит золотую медаль, то, наверное, это подумают, что это, так скажем, такое слово по блату. И поэтому, имея все пятерки в аттестате, мне на выпускном экзамене по математике поставили четыре. Медали вручают за особые успехи в учебе. Это традиция школы. В прошлом учебном году в Димитровграде было 39 медалистов. Большинство из них ученики городской гимназии. Если взять мой личный жизненный опыт, то в 1994 году я закончила 23-й школу с медалью, и она мне пригодилась при поступлении. Но, в принципе, я считаю, что вот эта медаль – это такая традиция, которая сохранилась не только с советских времен, но и с царской Россией. Если говорить о преемственности традиции, то я, конечно, однозначно считаю, что медали надо сохранить. Это мнение бывших отличников учебы, которые уже добились профессиональных высот и с медалями, и без. А что думают о награде нынешние 11-классники? Льгот она никаких не дает, но что ж мы несколько лет зря старались, там отлично учились. Какое-то моральное такое, награждение на память. В любом случае, школьная медаль – это награда и память на всю жизнь. Возможно, что на региональном уровне останутся не только сами награды, но и льготы при поступлении в учебные заведения. Так глава региона планирует обсудить с руководителями местных вузов возможность преференции для медалистов. Но пока об этом говорить рано. Татьяна Лисеева, Виталий Немов, Новости День Травграда.